С какими словами у людей связывается Италия? Пицца, паста, колизей, вино, оливки, Адриана Челентана, Пизанская башня. А какие ассоциации возникают у Ножемана? Fox, Lion Steel, Extreme Ratsio, MKM и Antonini. Об этих брендах и их ножах мы сегодня и поговорим. И начнем с самой узнаваемой компании – Экстремы. Среди перечисленных брендов именно Extreme Ratsio имеет наиболее характерные тактические дизайны. А также именно она очень любит похвастаться своей крутостью. Например, производитель утверждает, чтобы разработать максимально эргономичную рукоять, они наняли ученых-кинезиологов и проводили различные исследования по работе мышц. А еще что ножи проходят 14 краш-тестов – от протыкания металла до огнестойкости. Звучит очень пафосно и, возможно, поэтому многие считают все это легендами. Но, знаете, во-первых, сохранились фотки и видео, а во-вторых, если бы это было неправдой, то вряд ли куча военных компаний стала сотрудничать с Экстремой ради каких-то дрянных ножичков. Они предъявляли высокие требования и бренду приходилось соответствовать. Даже чуваки с канала DBK, которые яростно пытались уничтожить нож RAW2, были весьма удивлены – батонили им, разве что кирпич не раскололи. Хотя, подождите, они и это сделали. У производства довольно широкий модельный ряд. Есть множество как фиксов, так и фолдеров. Несмотря на большое разнообразие, любой нажиман, увидев нож компании, поймет – это же экстрема рацио. Помимо характерной рукояти также присутствует ломовитость даже в маленьких складнях. Исключение, пожалуй, только Ресолзо. Рукояти весьма похожи, сделаны или из алюминия, или форпрена. Клинки, как у многих итальянцев, от Беллер – сталь N690. И хочу уделить внимание наиболее показательным моделям. Думаю, лучшее, что можно найти на ABC Экстреме – это BF1. Он маленький, но разве у кого-то повернется язык назвать его не харизматичным? По материалам несложно догадаться – N690 и алюминий. Клинок весьма прочный, его обух составляет 3 мм. Прикольно выглядят эти маскировочные полосы на стали. Интересный элемент дизайна. Такую расцветку в компании называют Desert Warfare. Фолдер оснащен клипсой с глубокой посадкой, которую можно переставить на другую сторону. Нож не будет выпирать из кармана, постороннему человеку заметить и обратить на него внимание будет весьма сложно. Пишите в комментарии, дроппоинт или танто. А теперь полная противоположность – эдакая страшная кочерга. Глаука B1 – это неубиваемая модель, которая взята на вооружение специальным подразделением французской жандармерии. Что сказать? Типичный злой экстремовский тактик. Гарда, мощные подпальцевые выемки, стеклобой, немножко серрейтера, грубые насечки, а еще добротные ножны с миллионом способов крепления. Для тех, кто сомневается в выносливости лайнер-лока, не сомневайтесь. Тут еще дополнительный предохранитель соорудили. Кстати, интересный факт. В спейсере спрятан странный инструмент и тут написано «не резать металл». Официальный сайт производителя подсказал, для чего это нужно. Вы уже заинтригованы? Это специальный инструмент для разрезания пластиковых наручников. Если у вас есть такая потребность, то Глаука B1 – это нож мечты для вас. Кстати, здесь клипсу можно поставить аж в три места, так что те, кто писал мне, что трехпозиционных клипс не бывает, посмотрите. А недавно у нас появилась вот такая занимательная модель – Рау Авиа. Это версия ножа для пилотов. Она была приобретена вооруженными силами Италии для комплектации пакета выживания истребителя Eurofighter. Выглядит, конечно, впечатляюще, а еще его можно превратить из складного в фиксированный. Есть специальный штифт, который поможет укрепить замок и клинок точно не сложится. Также интересно, что к ножнам прикреплен карман для комплекта выживания, который включает в себя свисток, ручную цепную пилу, таблетки для очистки воды, компас, латунную проволоку, огниво, фонарик, 2,5 метра паракорда и алмазную точилку. Подойдет ли он обычному гражданскому на EDC? Конечно, да, особенно если вы тот еще любитель потаскать с собой барахлишко. Ценник на большинство ножей Экстрема Рацио, конечно, кусается. Но так было всегда. Тем не менее, Forest Home – самая низкая цена среди российских ножевых магазинов, почти как в Италии. Далее – Line Steel. Старая компания, основанная аж в 1969 году в Маньяго, ныне самым популярным ножедельческим городом в Италии. Самый известный, я бы даже сказала, легендарный нож – это SR1. Он получил много наград за свою, так скажем, инновационность. В 2010 году это была бомба на Blade Show. Думаю, во многом благодаря изобретению итальянцев. Вот такой предохранитель они запатентовали под названием Rotoblock. И, пожалуй, я даже не могу выделить любимые материалы данного бренда, поскольку производитель использует самые разные – от дерева до титана, от домостил до элмакс. На представленном SR1, например, D2 и алюминий. Еще из популярных линеек есть TRE. Я выбрала самый премиальный эксклюзив. В чем же главная фишка? Аббревиатура расшифровывается как Free Rapid Exchange, подразумевая, что нож можно открыть тремя разными способами – с помощью флиппера, шпинька, либо просто двумя руками. Они даже назвали это системой и запатентовали. Зачем? Ведь есть множество фолдеров с кучей систем открывания. А за тем, что именно Lion Steel придумала сделать и шпинек, и флиппер съемными, можно поставить что-то одно, сразу оба или же снять, например, если в вашей стране запрещено одноручное открывание. Так что придумано неплохо и с пользой для многих. Клинок выполнен из дамасской стали, которую назвали Торномастил в честь скандинавского бога Тора – рукоять из титана, анодированного в бронзу. Джентльменские ножи тоже легко можно найти в каталоге Lion Steel. Например, есть собственное переосмысление всем известного ножа Barlow – вот такой фолдер, который сочетает в своем дизайне нестареющую классику и современные материалы – M390 Titan Mikarta. Мне же приглянулся Джек, более утонченный, чем предыдущий нож, а по материалам все то же самое. Ну и крепкие фиксы тоже есть, например, B35, разработанный для любителей кемпинга и активного образа жизни на природе. Он даже подойдет для бушкрафта, несмотря на всю аккуратность. Клинок выполнен из стали Слипнер, а на рукояти – накладки из G10. Кожаные ножны в комплекте. И следующий известный бренд – это Fox, кстати, тоже из Маньяга. Интересно, что название фирмы – это инициалы владельца – Frati Arresta Xavier. Fox тоже не уступает предыдущим брендам по разнообразию. Среди изделий компании можно найти обычные DC-шники, суровые тактики, откровенно странные модели и классические, в духе традиций. Пару лет назад я раскидала модели по этим категориям и сняла видео на G-компании Fox. Если интересно, посмотрите. А я не хочу повторяться и покажу фолдеры, которые мне нравятся сейчас. Eastwood – большой и брутальный буи, при этом слегка напоминает Navajo. Думаю, он точно понравится тем, кто носит Voyager или Espada от Cold Steel или Strataxl от Kershaw. В целом, любителям огромных складней. Клинок модели изготовлен из стали S90V, на титановой рукояти установлена вставка с деревом. Флиппер с чудесной механикой. А следующий нож разработан совместно с одним из самых важных людей в ножевой индустрии – Бобом Перзуолой. И, как видите, дизайнера выдает его фирменный шпенек-шайба. Отдельно радует оранжевый акцент. Фолдеру дали название The Sicilian. Сталь клинка – Бикат. Это прочная нержавейка с высоким содержанием необия, а на рукояти приятная грубая микарта. А сейчас покажу фронталку-автомат для тех, кто не хочет тратить деньги на ультра-тек. Конечно, их не совсем корректно сравнивать, потому что материалы и качество отличаются. Но этот нож стоит до 5000 рублей, и его вполне должно хватить, чтобы поиграться. Сталь 420HC, на рукояти алюминий, клипса нет. Также у бренда Fox есть производства в Китае, такие как Black Fox и Fox Edge. Качество похуже, но можно найти неплохой нож за низкую цену. Например, Sparrow. Вот такой фолдер стоимостью около 3000 рублей. Материалы простые – 9-хром-13 молибден-ванадий на клинке и алюминиевая рукоятка. Механика очень даже. Также есть разные версии. Следующим по очереди брендом будет MKM – Maniago Knife Makers. Точнее, это даже не один бренд, это коллаборация четырех итальянских компаний – Fox, Line Steel, Viper и Mercury. Они объединились для того, чтобы общими силами создать нечто невероятно крутое. И не буду спорить с тем, что эти ножи определенно заслуживают внимания. Больше всех мне нравится линейка и Сонза. Бывают самые разные типы клинков – стали N690 или M390, на рукоятях ФРН, Микарта или же Карбон. Очень радует, что у этих малышей потрясающая механика. А над дизайном работал Джаспер Воксне. Еще интересная модель – это Flame Dagger. Вот такой небольшой кинжалоид. Естественно, если вы посмотрите на геометрию клинка, станет очевидно, что это не то чтобы отличный резак. Конечно, он без проблем будет вскрывать упаковки и отрезать нитки, но для каких-то кухонных историй не очень подходит. Основной плюс Flame Dagger – это забавный дизайн. Даже можно назвать его не самым джентльменским фолдером. По материалам Titan M390 также была версия с Микартой на рукояти. Более рабочим помощником будет Тимава – классический EDC-шник. Это небольшой флиппер с хорошей механикой – М390 на клинке и Микартой на рукояти. Он легкий и очень аккуратный. Что его отличает от множества подобных фолдеров – это интересные плашки. Им придали рельеф, который способствует лучшему сцеплению с рукой, а также является симпатичным элементом дизайна. И последняя на сегодня – старая компания Antonini, которая выпускает несколько серий. Для грибников, рыбаков, электриков, ножи последнего шанса, карманные ножи, а также серию Old Bear. Про последнюю и поговорим. Вообще, я как-то называла ее опинелем 2.0. Ну, потому что это и вправду почти опинели, только более симпатичные и прочные. Более стильные, я бы сказала. По материалам – олива на рукояти, а на клинке – углеродка или нержавейка. Эти ножи подойдут для ежедневного ношения, но они не считаются слишком уж современными. Самое идеальное применение, думаю, это походная кухня. А на этом все. Пишите в комментарии, нравятся ли вам итальянские ножи и имеются ли таковые в ваших коллекциях. В описании вы найдете ссылку на все ножи из этого видео, а также скидку на некоторые бренды. С вами была Олеся, пока!